Всем привет, это Entire Music. Сегодня я расскажу, как сэкономить при озвучивании текста нейросетями. Мы в Adobe Audition, а не как обычно в FL Studio, будем записывать звук со внешних источников ПК. Как? Скоро узнаете. Развитие искусственного интеллекта берет свое. И если раньше теги для битов нужно было покупать у дикторов, то сейчас появилась альтернатива в виде нейросетей. Куча качественных голосов для озвучки, разные языки и акценты произношения, скорость произношения речи и множество других гибких настроек теперь доступны любому пользователю. Вы можете создать не только теги для музыки, но и полноценно озвучить видеоролик через различные AI-решения. Рекламы здесь видео не будет, вы можете использовать любой сервис, это не важно. Но основной недостаток таких приложений в том, что они все платные, качество равно деньги. На большинстве сервисов есть и бесплатные версии, однако они обычно имеют ограничения по количеству символов, по количеству голосов или качеству звука, по возможности скачать результат озвучки и так далее. Именно такой бесплатной версией я и воспользуюсь на одном из сайтов. Она имеет ограничения по количеству обрабатываемых символов, но создав аккаунт доступно 3500 в месяц. И также здесь нельзя скачать результат синтеза, с чем мы будем бороться. Как бороться? Есть два пути. Первый – это записать видео с экрана и вытянуть оттуда звук. Либо же второй вариант – записать звук прямо в Adobe Audition, чем мы и займемся. Давайте для начала сгенерируем аудиодорожку из текста. Я сделаю, например, приветствие для своего канала на английском. Welcome to Entire Music. Like and subscribe to the channel. Thank you for watching. Окей. Теперь что от нас требуется. Нужно в Windows зайти в параметры звука. У кого Mac, думаю, найду 20 долларов, чтобы оплатить использование нейронки. Остальным – соболезную. Затем выбираем дополнительные параметры. У меня Windows 11. В зависимости от версии OS способ входа в данное меню настроек может незначительно отличаться. Но окошко будет таким же самым, где отображаются звуковые устройства. Но нам и нужно. Переходим во вкладку «Запись». Жмем правой кнопкой мыши и убеждаемся, что у нас включено отображение отключенных устройств. То есть жмем правой кнопкой мыши на пустое место и ставим галочки на «Отображать отключенные устройства». Нас интересует стереомикшер. Жмем по нему правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Включить». Если у вас нет стереомикшера, возможно у вас не установлены какие-то драйвера звука или материнской платы. В общем, ищите, решайте проблему. Стереомикшер – это транслятор звука в нашей системе. Сам по себе он ничего не воспроизводит. Он передает лишь исходящий звуковой сигнал в устройство ввода. Это что-то типа виртуального микрофона. Если сложно, сейчас все будет понятно на практике. По умолчанию громкость стереомикшера равна громкости звука в системе, а точнее звука выходного устройства, то есть ваших колонок либо наушников. Чтобы повысить громкость, нажмите правой кнопкой мыши по стереомикшеру, затем нажмите «Свойства», выберите вкладку уровню и повысите уровень до необходимого. Я бы не рекомендовал повышать его на максимум, потому что, возможно, будет клипить ваша аудиодорожка при записи. То есть появятся посторонние звуки, шипения и всякая разная хрень, которая нам не нужна. Ну и, наконец, переходим к самой записи. Открываем Adobe Audition, переходим во вкладку «Edit Preferences Audio Hardware» или жмем «Ctrl-Shift-K», чтобы попасть в общие настройки и выбираем «Audio Hardware». Теперь устройством ввода записи «Default Input» выбираем наш стереомикшер. Жмем «Ок». Если высветится окошко дополнительное, тоже жмем «Ес», ничего страшного. Не забудьте перед записей выключить все, что может мешать. Плееры, мессенджеры, с которых могут приходить уведомления, которые будут слышны в вашей системе. Окей, теперь все готово для записи. Жмем кнопочку «Record», переходим в браузер и включаем дорожку, которую сгенерировала нам нейросеть. Если нужно, обрезаем лишнее и сохраняем файл. Я бы рекомендовал WAV-формат, если планируется дальнейшая обработка нашего приветствия. Но mp3 тоже подойдет. Да, для длинных текстов такой способ не самый удобный. Но мое дело вам его показать, а пользоваться уже им или нет – ваш выбор. Всем спасибо за просмотр. С вами был Entire Music. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши в комментариях вопросы, которые тебя интересуют. Я, возможно, по ним запишу следующее видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok